Что особенно мешает развитию медицины сейчас? Медицины? Отношение к медицине. Несмотря на то, что попытки исправить это положение есть, об этом надо говорить. Я еще большего хотел добиться. Сегодня здравоохранение недофинансировано в два раза. Я говорил то, что интересно, что я не понимаю, почему такое какое-то волнение. Я говорил то, что я говорил всегда. Я был председателем комиссии по здравоохранению общественной палаты. Мы выпустили два томика наших решений. Я еще не все сказал. Там еще в томиках кое-что есть. Если бы вы стали президентом, какое бы вы приняли первое решение? Первое? Увеличил бы долю здравоохранения во внутреннем валовом продукте с позорных 3,7% до 8%. Ваш отец военный летчик. Почему вы выбрали медицину? Он не военный летчик, он служил в авиации. Но летчиком не был. Я дал авиации вообще всю свою жизнь. А выбрал, потому что я не могу сказать почему. Изнутри потребность такая была. Поэтому пошел туда. У меня среди родственников. Кроме меня, медиков нет. А что определило работа именно с детьми? Когда я пришел подавать документы в медицинский институт, там было два факультета. Лечебный и педиатрический. И ноги сами пошли на педиатрический факультет. Просто вот такая-то случайность. Это не случайность. Ноги пошли. Нет, это не привидение. Это внутреннее желание. Говорит, что надо туда идти. Один в поле воин. И воин тоже. Совесть. Я вообще люблю людей-подвижников. И они подвижники. Не за деньги работают, а за совесть. Они все сотрудники сейчас нашего института. Первое это была Армения. Землетрясение в Армении. Они съездили туда, потом поняли, что это очень надо. А сейчас почти 20 стран мира. Кроме непосредственной оказания помощи, мы еще несем доброе имя России. У многих странах. Потому что Россия так смешивают иногда со всем. А это вот такая полезная работа. Когда говорят спасибо все. От президентов там до пациентов. Надо верить в дело, которым ты занимаешься. И понимаешь, что ты делаешь по правоте своей. Внутри. Не говоря себе, ой, я делаю это по правоте. Это изнутри должно идти. Я делаю по правоте. Вот и все. Сложное что? Прити к ним было сложно? Да нет, это моя работа. Нет, когда я работаю, я ничего не боюсь. Я работаю. У меня была цель освободить по возможности детей, больных, женщин. Обеспечить заложников медикаментами. Они же пришли, они не знали. Какими-то сопутствующими материалами. И они все были обеспечены. Все. Я сумел за эти дни сюда принести им все. Бандиты? Сволочь. Понимаете, вот выходи и воюй. Да? Автомат на автомат. Но когда захватывают и ставят под угрозу жизнь абсолютно людей. Даже своей национальности ведь там были. Там же были и мусульмане там были. И люди с Кавказа там были. Вот этого я не понимаю. Или как Каспийский праздник 9 мая, победа. Народ там надел рубашки детям светленькие. С галочками пошли гулять на праздник, на марш. И вдруг руки, ноги в сторону летят. Это что? Рай – это хорошо, ад – это плохо. Это в нашем мире или все-таки после окончания нашей жизни? Не могу решить для себя это до конца вопрос. Говорю честно совершенно. Потому что для меня очень многие понятия. Вот вечность материи непонятна. Бесконечность вселенной непонятна. Лучше пусть это сделает Бог. Я откровенно скажу, откровенно совершенно. Я никому не следую. Это так получилось. Я живу сам по себе. Разные считают по-разному. В зависимости от того, как ко мне относятся. Кто-то считает хорошим человеком, кто-то считает плохим человеком, а кто-то считает негодяем. Ну, огорчает интернет. Интернет огорчает в плане блогов. Потому что иногда их используют очень неприличные люди. Когда один сидит, у него пять компьютеров, он называется Машей, Федей, Костей и начинает выбрасывать грязь, создавая какую-то общую атмосферу. Это плохо. Я был не как все коммунисты, говорю об этом. Я голосовал всегда по своей совести. Были случаи, когда все голосовали, там, 300 человек за, а я один был против. И неприятностей у меня от пребывания в Коммунистической партии было больше, чем полезности, чем удовлетворения, будем говорить. Я говорю не потому, что сегодня нельзя говорить об этом. Самая идея коммунизма, это прекрасная идея. Это если ее воспринимать так, как есть, как не утопия, это прекрасная идея. Прекрасная. И даже сегодня вот мы с большим недоброжеланием говорим о советском периоде. Но там были потрясающие вещи, которые рождались и произведения, и в области культуры, и в области науки, и в области здравоохранения, и социального плана. Это сбрасывать нельзя. Но мне никогда не нравилась неопределенность, когда я не вижу конкретной цели и тех шагов, которые будут предприняты, я имею в виду и политическую систему, которая будет принята для ее реализации. Абсолютно никогда не хотелось уезжать, хотя предложения были. Иногда, да, не могу полностью ответить, но иногда я нуждаюсь в одиночестве. Но одиночестве не лежать на диване, а одиночестве для работы, чтобы собраться с мыслями. Хотя очень люблю компании, хорошие компании. Целый город каким-то испугом подъезжает к заветным дверям Грибоедов. Совет? Да. Будьте добрыми. Продолжение следует...